В Петербурге работает команда православных студентов, которые без преувеличения к своей деятельности большого внимания убирают кладбище, наводят порядок на заброшенных могилках незнакомых людей. Группа называет себя «Хранители памяти», и почти каждую неделю они выходят на субботник, независимо от времени года и погоды. Зачем им это нужно, выясняла наша съемочная группа в Северной столице. «Хранители памяти» — это самостоятельная студенческая инициатива. Все ребята — студенты Горного университета, которые бережливо относятся к архиву родной Альма-Матер. И не только собирают биографию выдающихся выпускников, но и пытаются сохранить память о них всеми доступными способами. Например, убираются на Смоленском кладбище, где захоронено целое поколение горных инженеров. Дело в том, что кладбище несколько десятилетий было закрыто, могилки пришли в запустение. А в 90-е годы здесь не единожды совершались акты вандализма. Теперь мы имеем такую ситуацию, что у многих могил нет крестов. Многие надгробия разломаны, свернуты. И что самое ужасное, что они находятся не на своих местах. И порой даже место захоронения не представляется возможным найти. Актив нашего проекта составляют студенты, прихожане также нашего храма. Ну и кроме того, естественно, люди активные, студенты института тоже присоединяются к нам, помогают нам в уборке на кладбище. Пока ребята занимаются элементарным облагораживанием территорий и уборкой. Имея на это одобрение университета, администрации кладбища и благословение настоятеля храма при УЗИ. Отец Владимир на днях нам сказал такую фразу, что об уровне культуры народа судят по состоянию трех общественных мест. Первое – это рынок, второй – общественный туалет и третье – кладбище. И вот я думаю, что каждый из нас, русский человек, особенно православный человек, должен понять, что забота об сохранности памяти наших предков возложена не только на общественные организации, администрацию кладбища, но это личное дело каждого человека. Здесь похоронен евграф Степанович Федоров. Он считается одним из основателей современной кристаллографии, науки о формах минералов, которые встречаются в природе. Но его познания и дела были настолько широки и всеохватывающие, что в принципе он разработал некое новое направление даже геометрии, так это можно назвать. Один из участников группы «Хранители памяти» очень долго водил нас по могилам, рассказывая о людях, которые здесь нашли упокоение, о том, какой вклад они внесли в современную науку, что сделали. По его мнению, забыть о таких людях – это равносильно предательству. Важно это тем, что к таким людям непременно должно быть уважение. Как мы можем выразить уважение? Конечно, можно много красивых слов говорить, можно портретами обвешать, просто, не знаю, там, все, что угодно. Но вот когда заброшенные могилы и памятники перевернуты, ну, здесь уже вопрос о слове и деле. Пока ребята действуют анонимно, то есть не привлекают к своему скромному труду внимание массы людей. В будущем, возможно, проект получит широкую огласку и будет привлекать волонтеров. Но пока речь идет хотя бы о помощи администрации Смолинского кладбища. Пока договоренности не достигнуты, ребята будут делать это тихо, но по совести, расчищая и восстанавливая могилы, а вместе с ними и память выдающихся людей.